Привет, друзья! С вами Сергей Мысовский. И прежде чем вы увидите новый, 19-й выпуск энциклопедии серфинга, я хочу сделать небольшое объявление. Любимый вами проект энциклопедии появился на свет не только благодаря нашей с Андреем Мурсу кропотливой работе, но и главным образом благодаря финансовой поддержке компании Анега при личном участии Александра Раслякова. На этой серии наше сотрудничество с ним заканчивается. И мы хотим от всего сердца поблагодарить Александра за этот прекрасный вклад в развитие нашей субкультуры. Благодаря энциклопедии каждый из вас узнал много нового из интереснейшей истории нашего любимого спорта и познакомил с ней своих детей и даже родителей. Давайте все выразим Александру свой респект. Что касается будущего энциклопедии серфинга, то в данный момент проект поставлен на паузу. 19 серия далась очень непросто. Думаю, вы заметили это потому, сколько времени прошло с прошлого выпуска. И нашей команде нужно немного отдохнуть и прийти в себя. Да, и конечно, без финансирования проект выходить не сможет, так как работа над ним занимает реально много времени. Это не только монтаж и съемка, но и поиск архивных видео, написание текстов, переработка большого количества исторических источников и, конечно же, проверка фактов. Если вы, ваши друзья или ваша бизнес-компания, хотите стать спонсором энциклопедии серфинга, которая помимо YouTube выходит поездникам ТВ-каналам с большим охватом, то вы можете связаться со мной через почту, указанную ниже. Ну а сейчас приятного просмотра. Аллоха! В девятнадцатом выпуске энциклопедии серфинга вас ждет история того, как нашли знаменитый мега-спот J-Land и там появился первый в мире серф-кэмп. Вы познакомитесь с талантливым гавайским шейпером и тренером Беном Айпа, который придумал ласточкин хвост и стингер. Плюс вас ждет знакомство с первой в мире женщиной, занявшийся таусерфингом и поймавший волну на Маверикс, грозном споте, где много лет катались только мужчины. Плюс многое-многое другое. Стартуем! Субтитры подогнал «Симон»! В эфире энциклопедия серфинга серия передач, посвященных истории, культуре и терминологии этого увлекательного вида спорта, созданная при поддержке компании «Онега». С вами Сергей Мысовский. Добро пожаловать! Девятнадцатый выпуск энциклопедии серфинга я начну с истории о легендарном серф-споте с левой волной. Окруженном панорамой залива с джунглями и расположенном на юго-восточной оконечности острова Ява в Индонезии. Знакомьтесь, Граджаган или Джилэнд. Это один из самых длинных и сложных рифбрейков в мире, а также место, где зародился первый в мире серф-лагерь. Итак, Джилэнд лучше всего работает с мая по октябрь, так как шторма в Индийском океане в это время регулярно вызывают волны размером от 1,5 до 3 метров, а иногда и гораздо выше. Они выравниваются, достигая берега Явы из темных океанских глубин. Эти мощные и часто довольно непростые волны ломаются вдоль огромного, усеянного кораллами лауового рифа. Реальный размах панорамы этого места не похож ни на один другой спот в мире серфинга. Если вы никогда раньше этого не видели, то это будет трудно себе представить. Заметил профессиональный серфер Джефф Хэкман. Описать Джилэнд словами почти невозможно. Настолько это место необузданно и безбрежно. Его нужно просто увидеть. На Джилэнд есть три основные секции. Все левые, переходящие одна в другую. Первая секция — это Конгс. Самый верхний мыс, который как спотмагнит больше всего принимает приходящие из океана волны. Порой бывает нестабильным и трудно читаемым, но проезд там может быть длиной порядка 250 метров. Обычно он не сильно трубится, но бывает реально здоровым. Очень редко, когда волна тут менее 1 метра, даже если везде флэт. Вторая секция — это Манитрис. Это самая популярная секция с длинной, четкой, часто трубящейся волной. Реальный мировой уровень волны с трубой. Чем больше отлив и больше свелл, тем круче там будут трубы. Ну и третья секция — это Спидис. Очень классная, но не постоянная волна, где можно поймать трубу и катить в ней порядка 15 секунд, как на Дезерт Пойнт на острове Ламбок. Хорошо работают в большой свелл, но большинство травм происходит именно там. Хотя протяженность волны от первого пика, где она начинает ломаться, бывает более 1 километра в длину, чаще всего на Джилэнде не делают проездов более 300 метров, так как эти секции обычно не соединяются. Кстати, рядом также есть споты, где не так жестко, и они вполне подходят для новичков. В основном они работают, когда на основном Джилэнде уже хорошо качают. Это споты Чикинс и Твенти Твентис, а также Тайгер Трекс — правая волна, расположенная чуть дальше на запад от основного рифа. Несмотря на супердлинную протяженность лайнапа на Джилэнде и постоянные прогнозы переполненность волн являются актуальной проблемой в то время, когда нет проблем с путешествиями в Индонезию и с других стран. В пиковое время в кемпах, расположенных там, число серферов может достигать 200 человек, а трафик на таких волнах — это довольно опасно. Плюс к этому надо помнить про острые кораллы, малярийных комаров и змей. История Джилэнда началась в 1972 году. Когда американец Боб Лаверти приметил этот спот несколькими месяцами ранее во время полета на самолете из Джакарты в Денпасар-Бали. Помните историю, как нашли самую длинную волну Чикама? Ничего не напоминает? То, что увидел Боб Лаверти в 1972 году, выглянув из своего окна, когда самолет изменил свой маршрут, из-за непогоды стало поворотной точкой в истории серфинга. И Джилэнд стал, по сути, первым прототипом несуществующих до этого серф-кэмпов или серф-курортов, а значит, основой многомиллионной индустрии. Прилетев на Бали, Лаверти сразу приступил к работе. Он получил британскую морскую карту острова Ява и определил точное местонахождение залива с этими волнами. Затем он позвал в эту поездку братьев Билла и Майка Баюм, эмигрантов-серферов, живших на острове Бали. Майк тогда отказался, а Билл решил присоединиться к Лаверти. Итак, двое серферов отправились в путь на мотоциклах с Бали и, переправившись через залив, добрались до острова Ява. Через некоторое время они добрались до маленькой рыбацкой деревушки Граджаган с рюкзаками, полными припасов. Боб Лаверти и Билл Баюм затолкали свои велосипеды, вещи и серфы на рыбацкую лодку и указали капитану на дальний конец залива. Капитан отвез их максимально далеко, как только мог. Джунгли национального заповедника Алас-Пур-Во, где располагался выход к этим волнам, были местом страшных суеверий. Ничейная земля, наполненная рассказами о черной магии, духах, змеях и кровожадных тиграх, действительно там живших. Капитан высадил их в 15 километрах от нужной им бухты и быстро ретировался, оставив их вместе со снаряжением на берегу, среди джунглей. Уплотненный песок во время отлива хорошо подходил для передвижения на велосипеде, и они отправились дальше, так как их страсть к серфингу и поиску идеальных волн подпитывались получаемыми на пути знаками. Но путь был долгий, и с наступлением темноты, они, пройдя еще пару километров в свете луны, легли спать на пляже. Ночью их разбудил страшный рев, и тогда они решили спать по очереди, вооружившись наспех сделанными штыками из дерева. Баюм и Лаверти встали на восходе солнца и вышли к океану. Когда нагрянул первый сет волн, они стояли в благовенной тишине, зная, что нашли то, о чем каждый серфер может только мечтать. Абсолютно идеальные, пустые, двух с половиной метровые волны, выглядевшие круче, чем даже на знаменитом Улувату, соседнего острова Бали, и ни одного серфера на километры вокруг. Но именно тогда они заметили свежие отпечатки лап большого яванского тигра на расстоянии трех метров от их небольшого пляжного лагеря. Это было отрезляющее зрелище, сказал Баюм. И именно здесь возникла первоначальная идея делать дома на деревьях. По традиции, первым серферам, которые покатались на новом месте, было позволено назвать его так, как они захотят. И они дали этому волшебному место имя G-Land. Хотя на самом деле спот находился далеко от Григаджана, на участке земли, известном как Пленкунг. В течение трех дней они укатывались вдвоем на идеальных волнах в 2-3 метра, разбив лагерь на пляже возле джунглей. Но их запасы воды быстро кончились, и они вернулись на Бали. Спустя несколько дней после возвращения и подготовки к обратному трипу на Яву, Бобла Лаверти погиб во время серфинга на Улувату по причине приступа эпилепсии. К 1977 году Майк Баюм, брат Билла, который тогда ездил с Боблом Лаверти, открыл лагерь для серферов G-Land Surf Camp, который был официально зарегистрирован как серфинг-клуб в Ламбанган, и начал принимать по 10 серферов за раз за недельный заезд. С оплатой в 200 долларов с человека, включающий проезд на раздолбанные лодки от пляжа Кута на Бали до самого кемпа, но вскоре цена быстро пошла вверх. К 1982 году 10-дневный пакет стоил уже 1000 долларов. Гости размещались в нескольких деревянных хижинах в нескольких метрах над землей. Первым и частным гостем был легендарный мастер езды в трубах и король пайплайна Джерри Лопес. Это был наш серф-монастырь. Позже сказал Лопес, добавив, что предпочитает G-Land пайплайну. Хотя спот и стал появляться в журналах и фильмах, в течение следующих нескольких лет его имя и локация не назывались, и он не был широко известен до 1980 года. В 1981 году журнал Surfing включил его в список 10 лучших спотов в мире, и к 1985 году Майк Баюм за сезон зарабатывал 250 тысяч долларов в своем недавно разросшемся лагере для серферов. А тогда это были огромные деньги, впрочем, как и сейчас. В дополнение к этому, под прикрытием серф-кэмпа шла оптовая торговля наркотиками, но это уже другая история, про которую рассказано в отмеченном наградами документальном фильме Sea of Darkness, вышедшем в 2008 году и каким-то загадочным образом, так и не выпущенном для широкой аудитории и кочующим по торрентам. А так, видеосерфинга по волнам с G-Land представлена в огромном количестве фильмов и видеороликов о серфинге. Первые соревновальные Quicksilver Grigodjan Pro были проведены в 1995 году и запомнились всем кристально чистыми трехметровыми волнами на протяжении всей недели мероприятия, которые выиграл ныне уже 11-кратный чемпион мира Келли Слейтер. Известный вам по прошлым выпускам австралиец Том Кэррол считался главным мастером по серфингу на G-Land в 90-х. На данный момент на G-Land действует несколько серф-кемпов с Wi-Fi, номерами с кондиционерами, трансфером, хорошим меню и недельными тарифами все включено с ценой порядка 200 долларов в день без учета авиабилета. В начале июня 2022 года на G-Land прошел топовый этап чемпионата мира по серфингу WSL Quicksilver Pro G-Land. Давайте немного отвлечемся от длинных ровных индонезийских волн и погрузимся в историю оборудования, которое нужно, чтобы по ним кататься. Ну и не только по ним, конечно. Наверное, многие из вас догадываются, что дизайн хвоста доски для серфинга делается разным, вовсе не для красоты. Форма хвоста напрямую влияет на такие ключевые моменты в катании, как контроль, маневренность, ускорение, устойчивость, сцепление с волной и, когда это нужно, контролируемый занос или слайд. На данный момент есть шесть основных форм хвоста доски для катания по волнам и несколько гибридных или альтернативных дизайнов. Наиболее распространенными формами сегодня являются сквош-хвост, квадратный хвост, хвост-булавка, круглый хвост, ласточкин хвост и асимметричный хвост. Хвост доски для серфинга оказывает огромное влияние на то, как мы катаемся на волне. Каждая форма будет вести себя по-разному. Когда вы стартуете на волне, делаете батом-терн, разгоняйтесь по прямой и маневрируйте на вертикальной стенке волны. Выбор между хвостами досок для серфинга – это не про эстетику, это про практическое применение. И сегодня я расскажу вам про знаменитый ласточкин хвост шейпера, который его придумал, а также другой интересный дизайн доски для серфинга, который возник благодаря ему. Итак, ласточкин хвост или свэллоу-тейл – популярный дизайн задней части доски для серфинга как для профессиональных досок, так и для моделей, что называется, выходного дня, потому что он обеспечивает стабильность, контроль и удержание при переходе с одного рейла на другой. Дизайн доски для серфинга с раздвоенным хвостом был усовершенствован гавайским серф-шейпером Беном Айпа в 1972 году. «С ласточкиным хвостом», – отмечал журнал Transworld Surf, «у вас есть ширина и объем для скорости и раздвоение на конце для того, чтобы легче поворачивать доску». Прототипы ласточкиного хвоста были разработаны в начале и середине 50-х годов калифорнийскими шейперами Томом Блейком и Бубом Симонсом, а версия с двумя плавниками была представлена в 1967 году Барри Бир Миренданом из Лахоя, но именно Бен Айпа в начале 70-х годов довел до ума эту форму и сделал ее популярной. Не первый и не последний раз подобные истории происходят в серфинге. Достаточно вспомнить изобретение гидрокостюма, лиша или плавников. Размер самых ранних дизайнов ласточкиных хвостов составлял от 4 до 6 дюймов от кончика до кончика, с глубиной клина от 1 до 5 дюймов. Дизайн в форме рыбки, про который я рассказывал несколько выпусков назад, был представлен примерно в то же время, но имел более широкий хвост, два плавника и изначально был менее популярен, так как предназначался только для катания нейбордеров. Ласточкин хвост стал одним из стандартных дизайнов хвоста доски для серфинга, использовавшихся с середины 70-х годов, наряду с круглым хвостом, квадратным хвостом и ромбовидным хвостом. Знаменитая версия доски Твин Фин, представленная Марком Ричардсом в конце 70-х, на которую он выиграл подряд несколько чемпионатов мира, также включает свой дизайн ласточкин хвост. С появлением в начале 80-х системы трастера с тремя плавниками, в которой по большей части использовался хвост формы сквош-тейл, популярность ласточкиного хвоста начала угасать. В начале 2000-х, когда в моду снова вошли более широкие доски, особенно рыбки, эта форма хвоста для досок также вернулась на волны по всему миру. А сейчас я хочу подробнее познакомить вас с серф-новатором, а также знаменитым шейпером и тренером из Гонололу Гавайи. Одним из лучших серферов 60-х и начала 70-х годов, а также создателем уже знакомого вам ласточкиного хвоста и дизайна Stinger. Про который вы узнаете чуть позже. Знакомьтесь, Бен Айпа. Бен родился в 42-м году в небогатой семье рабочего на сахарной плантации и начал кататься на волнах только в возрасте 21 года. После того, как травма лодыжки положила конец его полупрофессиональной карьере в американском футболе, помимо которой он занимался плаванием и тяжелой атлетикой. Сан Бен вспоминает этот момент так. Травма мешала мне играть так, как я хотел, и тренировки по футболу проходили просто ужасно. Тогда мой друг сказал, эй, давай займемся серфингом. Мы поехали в Айкики, я взял на прокат доску и все. Я поймал свою первую волну, встал с первой попытки и с тех пор меня зацепило. Несмотря на то, что Бен начал заниматься серфингом очень поздно, по профессиональным меркам, он сразу же подошел к тренировкам с максимальной целеустремленностью, которую развил в качестве полузащитника. И в 65-м году он вкатывал абсолютно каждый день. Это позволило ему выиграть гавайский чемпионат, который проходил между островами в следующем 66-м году, а также стать финалистом Дюбко Ханамоку Классик на Санцент-Бич. Он также выступал в чемпионатах мира 68-го и 70-го года. Было ожидаемо, что огромный Бен, весящий 115 килограмм, будет вкладывать в свои маневры больше силы, чем кто-либо из его современников. Но помимо мощной энергии, его катание было дополнено неимоверной ловкостью и балансом, что бывает довольно редко при таких габаритах. Он был одним из самых ярких серферов той эпохи и создавал вокруг себя определенную ауру, которой многие серферы опасались. И это, несомненно, помогало ему поймать практически любую волну, которую он хотел, даже на самых многолюдных гавайских спотах. Но он всегда соблюдал серф-этикет и не занимался снекингом. Знаменитый усатый виртуоз волны Пайплайн Джерри Лопес как-то сказал. Когда вы видите, что Бен приближается, не думайте. Просто уйдите у него за дороги. Бен Айпа начал шейпить доски почти сразу, как начал кататься на волнах. И в 1968 году он сделал доску, на которой его приятель, гавайец Фред Хэмминс, выиграл чемпионат мира. В 1970 году была основана компания Айпа Surfboards. И вскоре Бен больше прославился именно как шейпер. Сначала придумал дизайн хвоста доски под названием «Ласточкин хвост» в 1972 году. А два года спустя дизайн с разделенным и зауженным к хвосту рейлами похожий на жало называемый «Стингер». Оба этих дизайна были доведены до совершенства молодой командой тест-райдеров Бена, в которой были Ларри Бертлман, Майкл Хо, Баттонс Клохио Калани и Марк Лиддл. Помимо изготовления досок, Бен был неформальным тренером для всех этих серферов, все из которых соревновались в первые годы созданного тогда профессионального мирового турне. Он продолжил тренировать и в последующие десятилетия, работая с такими и выдающимися профессионалами, как Санни Гарсия, Брэд Герлах, Калани Робб, Брюс и Энди Айронс. Кстати, и сам Бен иногда продолжал участвовать в соревнованиях, выиграв в дивизионе Grand Masters на чемпионате США по серфингу 1989 года и дивизионе Легенд на чемпионате США 2000 года. В начале 80-х Айпа начал выпускать обновленную версию лонгбордов, немного меньшего размера, который он и остальные спортсмены, как форму доски, забросили 15 лет назад. И эта новая версия называлась гибридом. «Я придумал этот дизайн доски для тех парней, которые женились, и у них стало меньше времени для серфинга. Плюс они были не в самой лучшей форме», сказал Айпа журналу «Лонгборд» в 1999 году. «Им нужна была доска, которая могла бы ловить волны, но слово «лонгборд» их пугало, а гибрид было в самый раз». Сам Айпа катался на гибриде размером 7 футов 6 дюймов в 1998 году, когда серфер назвал его «Самым горячим 56-летним серфером в мире». В одном из интервью они спросили у него «59 лет вы в лучшей форме, чем парни, которые наполовину моложе вас? В чем ваш секрет?» «Упражнения! Вы должны просто тренироваться! Только одного серфинга не хватит, поэтому я дополнительно занимаюсь гимнастикой и аэробикой». Вот и весь секрет. Бен Айпа был номинирован в Международный зал славы серфинга в 1991 году. В 2004 году журнал «Сёрфинг» назвал его одним из 10 лучших шейперов всех времен. В 2018 году он был включен в аллею славы серфинга в Хансингтон-Бич. Бен Айпа умер в 2021 году в возрасте 78 лет. Мы снова возвращаемся к оборудованию. И речь пойдет о так называемой форме «стинг», «стингер» или «жава». Высокопроизводительный дизайн хвоста доски для серфинга, изобретенный в 1974 году гавайским шейпером Беном Айпа. Главной особенностью этого дизайна является необычный контур направляющих или рейлов сёрфборда. На двух третях пути от носа доски рейлы резко обрываются примерно на один дюйм по направлению к центру доски, а затем продолжаются вниз к хвосту. «То, что делает стингер», писал в 1977 году поклонник этого дизайна Mike Purpose, «позволяет чрезвычайно активно и выразительно обрабатывать небольшие волны, буквально изничтожая их». История гласит, что когда Ларри Бартлиман выплыл на спот под названием «Lighthouse» в «Diamond Head», чтобы испытать первый прототип этой доски, Бен Айпа шёл оттуда обратно вверх по холму, чтобы посмотреть на него и увидел, как Ларри поворачивает сильнее, острее и быстрее, чем он когда-либо делал до этого. Тогда Бен сказал слух про себя. «Чувак, Ларри просто сжалит эти волны». Так дизайн получил название «The Sting» или «Жала». «Стинг» было первоначальным названием конструкции Айпа, но оно сразу же стало более известным именно как «Стингер». Эта доска была гибридом, в котором узкая хвостовая часть доски для больших волн была прикреплена к более широкой центральной и носовой части доски для маленьких волн. Единственный плавник с узкой базой был расположен дальше от хвоста, чем у обычных досок с одним плавником. Это было ещё одним компонентом дизайна «Стингер», как и скошенные напоминающие скулы рейлы. На некоторых моделях «Стингеров» глиссирующая поверхность хвостовой секции «Скользяка» также была установлена примерно на четверть дюйма выше глиссирующей поверхности передней части доски. Это называется «Step Bottom» или «Ступенчатое дно». Журнал «Сорфинг Мэгазин» после появления этого дизайна утверждал «Теория доски «Стингер» и базовый её шаблон созданы по образцу катера на подводных крыльях». Сам же Бен Айпа признался, что изобрёл «Стингер» после того, как случайно уронил шаблон из арголита на заготовку из пены уже практически готовой доски. Он подумал, что это будет интересно и просто сузил контур хвоста у этой доски. Кстати, калифорнийский шейпер Дэйл Вейлзе уже дважды представлял доску с разделённым контуром сначала на модели «Бамп» 1956 года, а затем на совместной модели с «Якоб Сёрфбордс» 422 в 1965 году. Но ни одна из них не прижилась. По счастливой случайности или по замыслу, новая доска Бена Айпы на самом деле поворачивала быстрее, чем обычные доски, представленные на рынке. И его удивительная команда тест-райдеров способствовали всплеску популярности «Стингера» на рынке в середине 70-х. Майк Пурпус помог популяризовать доску в Калифорнии, а австралиец Марк Ричардс за два года до того, как он создал дизайн «Твин Финн» использовал «Стингер» Бена Айпа, чтобы стать лучшим профессионалом середины 70-х. Давайте закончим на сегодня изучать формы досок и узнаем историю Сары Герхард, серфершей из Санта-Круз, Калифорния. Это первая в мире женщина, которая поймала на серфе волну на знаменитом ужасающем серфспоте «Маверикс», а также первая в мире женщина, которая занялась тоуин-серфингом. Сара, девичья фамилия Ливермор, родилась в 1974 году в городе Порт-Таунсенд, штат Вашингтон. Сара и ее сестра, будучи маленькими девочками, заботились о своей матери, которая страдала тяжелой мышечной дистрофией, в то время как их отец месяцами работал в море на торговом судне. Семья часто испытывала финансовые трудности и в школе над Сарой часто издевались. Но отец подарил ей доску для серфинга и гидрокостюм на 13-летие, и она нашла свою отдушину в океане. К концу 80-х она стала постоянно кататься на волнах в Пизмо-Бич в Калифорнии, а на большие волны ее потянуло, когда она поступила в первый курс Калифорнийского политехнического университета Сан-Луис-Абиспо. Во время своего второго визита на северный берег Уаху зимой 1995-1996 годов, Сара познакомилась и стала встречаться с гуру серфинга на больших волнах Кеном Брэдшоу. Помните, это был близкий друг Марка Фу. Кен также стал ее шейпером и тренером. В день благодарения Кен взял ее с собой покататься на 6-метровых волнах в заливе Ваймея. Через несколько недель она стала первой женщиной-тулин-серфером на больших волнах, когда Брэдшоу забуксировал ее на гидроцикле на несколько солидных волн, встававших на внешних рифах острова Уаху. Спустя некоторое время Сара и Кен расстались, и два года спустя она вышла замуж за серфера из Малибу Майка Герхарста. Они переехали в Северную Калифорнию, где она начала работу над докторской степенью по физической химии. Калифорнийском университете в Санта-Круз, и стала присматриваться к споту Меврикс. Сара Геркард несколько раз выгребала на Меврикс в попытках поймать волну, но они были безуспешными вплоть до 26 февраля 1999 года. В этот день она поймала отличную правую волну, изменив историю серфинга на больших волнах. После этого она призналась в интервью, что никогда не считала себя крупным специалистом по серфингу на больших волнах. «Мне просто нравится кататься», — сказала она в интервью журналу «Вахайн», вскоре после своей первой волны на Меврикс. «И я люблю даже самые маленькие и самые корявые дни в океане. Я люблю волны по поясу, я люблю большие волны. Они все дают мне радость». Пример Сары вдохновил Киалу Кеннеле, Майю Габейру, Савану Шонеси, Эмили Эриксон, Пейдж Аумс и Жастин Дюпонт, а также других продолжать раздвигать границы женского серфинга в таких местах, как Тиахупу, Джоус и даже в португальском Назаре. В 2003 году вышел документальный фильм «One Winter Story», посвященный Саре Герхард, где она утверждает, что никогда не собиралась быть пионером, просто так вышла. Сейчас она профессор химии в колледже, у нее и ее мужа двое детей, и она также любит проводить время в воде и кататься на больших и не очень волнах. Девятнадцатая серия подходит к концу, и напоследок я расскажу вам про популярное у серферов выражение «глассе», что с английского переводится как «стеклянный». Это когда безветренная погода, проще говоря, полный штиль, позволяет водной поверхности стать гладкой, как стекло. Некоторые серферы считают, что волны улучшаются с добавлением легкого морского бриза, дующего с берега против волны. Другие же предпочитают тишину и безмятежность полного штиля. Такая погода и состояние волн, конечно, бывает в любое время дня, но во многих частях мира это чаще всего происходит в утренние часы или ближе к закату. Если смотреть на то, как вздымается чистая волна без ветра в замедленной съемке, то она действительно будет очень напоминать, что она сделана из жидкого стекла. Калифорнийский серфер Майк Дойл, победитель Дюка Ханамоку Классик, назвал свою автобиографию «Морнинг Гласс», а фильм режиссера Джима Фримена называется «The Glass Wall». Также существует выражение «Glass off», когда ветер стихает, а водная гладь становится гладкой и стеклянной. Выражение «Glass off» почти всегда относится к угасающему прижимному ветру, то есть тому, который дует с моря или океана в сторону берега. На нашем самом популярном споте в Санкт-Петербурге «Солнечное», где волны обычно появляются вместе с ветром, тоже бывают дни, когда он стихает и остается небольшой, но ровный и очень душевный накат. Вы смотрели 19 выпуск энциклопедии серфинга. В следующем выпуске вы узнаете о том, откуда берутся волны, а также куда и зачем они двигаются. Вас ждет история Шейна Дориана, одного из лучших падалин-серферов на больших волнах, а также вас ждет горячий материал про локализм и насилие в серфинге, плюс многое-многое другое. Спасибо всем зрителям энциклопедии серфинга. Мы делаем эту программу для развития и сохранения серфинг-культуры. И нам очень приятно, когда вы оставляете нам комментарии, ставите лайки и делитесь этим видео. Этим самым вы делаете мир чуточку лучше. До следующей серии. Алоха! Субтитры подогнал «Симон»!